Трофеи ЧВК Вагнер из поселка Парасковеевка. Есть интересные образцы. Во-первых, я лично впервые вижу среди трофеев револьверный гранатомет. Это иностранная, естественно, система. Меняется угол трехматовских армий, собственно говоря, и в американской в том числе. Используется, естественно, как отдельное оружие. Это неподствольная система. Также продолжаем из интересного. Штатные М4 американской армии, прицел АКОГ. Все маркировки именно армейские. Это 100% армейский образец с режимом автоматического огня. Что интересно, на нем QR-код, который добавляется при передаче оружия со склада в действующую часть. То есть это оружие из тех первых поставок, которые для ускорения передачи украинской армии велись из действующих американских частей. Еще один образец на АР-платформе. Достаточно дорогой, качественный вариант. Это Daniel Defense. Но это огражданинная винтовка. У нее нет автоматического режима огня. Нет правительственных маркировок. Скорее всего, это оружие из поставок американской полиции, которое передает на Украину оружие и из своих оружей, и то, которое было передано или сдано мирными жителями. Брэнд-2. Оружие, которое, соответственно, поставляют на Украину из Чехии. Совместимое с магазином АР-платформы, то есть оружием натовского стандарта. Достаточно легкое. Здесь уже частично пластиковый корпус. В производстве оно дешевое. Таких довольно много поставлено и в варианте карабина, и в варианте, говоря, это М240, он же FN-MAG, который является основным пулеметом под натовский калибр, под 7,62х51. Что здесь интересного, это уже модификация B с телескопическим прикладом.